итак друзья всем привет с вами the dog father вы на нашем канале смотрите очередное прохождение серии игры rom total war мы для тех кто в первый раз в нашем канале в первый раз смотрит данные данный цикл видео по прохождению этого мы проходим напомню за македонию на очень высоком уровне сложности и так что у нас здесь происходит у нас сцепион пытается высадиться на наш полуостров и собственно брут брут и давайте мы переобучим вот здесь вот таким вот образом войска то есть объединим раненых а затем уже наймем более свежие отряды потому что переобучать всех это очень непрактично я считаю не в данной ситуации по крайней мере если сцепион или брут высадиться на нашем полуострове нам будет жопа потому что в наших городах практически нет никаких отрядов серьезных которые могли бы дать отпор а у них как раз таки очень неплохие такие ребята на готове так в ларисе у нас пусто в афинах в каримфе в спарте вообще никого нет практически так фессалоники надо что-то сделать надо куда давайте вот здесь также присоединим объединим наши отряды и надо бы в фессалоники кинуть хотя бы кого-нибудь потому что так я очень близко расположены и мне кажется они смогут просто в пустой город войти и захватить его без проблем конечно полный сброд у нас здесь одни инвалиды так отлично отлично давайте еще пообъединяем кого сможем так рекруты копейщики не хотят почему-то объединяться наверное из-за того что у них серебряная галочка хотя вряд ли должны а так подождите они же тьфу я не всеми их объединял извиняюсь итак давайте еще пару отрядов кинем фессалоники три отряда ну вполне хватит по крайней мере наш город не возьмут без битвы может быть конечно зря я это делаю но как говорит россии лучше перебдеть чем недобдеть так делаем ход а полно не тем временем вас в осаде кстати надо бы попробовать вот видите видите о чем я и говорил собственно так вот по поводу а полонии надо бы попробовать отбить ее я честно говоря ожидал что ее уже давным-давно захватят но почему-то никто этого не делает так интересно если мы его на автобое блин там еще и подмога фраке видите когда фраке даке сражаются вместе соответственно безоговорочно победа отлично соответственно у них дипломатические отношения все лучше и лучше мне надо чтобы они друг с другом вели войну мне это очень надо я не знаю ребята как это сделать вы мне может быть кто-нибудь напишет в комментариях как сделать так чтобы две фракции начали войну друг с другом как не стравить давайте вот так вот переместим наши отряды переобучим и на следующий ход как только они переобучатся мы их вытащим именно конные отряды мне кажется пора пора нам действовать по старой схеме чисто конными отрядами выносить всех просто это нереально дальше так вести кампанию на нас все агрятся все нас пытаются захватить уничтожить раздавить расплющить топтать говно и все прочее так пельтасты нам не нужны давайте мы наймем легковооруженные легковооруженных копий носов и собственно здесь тоже так в каримфе все денег нет денег нет соответственно так я чуть не прозевал сцепион ну-ка это кто юля без без армии без гарнизона отлично давайте мы отгоним брута для начала все он утонул и теперь цепионом уплыл печально я даже боюсь представить сколько мы вот таким образом людей потопили близ нашего полуострова просто куча народу утонуло ставить паруса а это значит что посейдон на нашей стороне ваша честь так греки давайте мы не будем вести войну не хотят опа селевкиды взяли в осаду понтийский город значит надо нам дружить с селевкидами мне не нравится то что понтийский флот тут рядом плавает не дай бог он возьмет в осаду наш порт какой-нибудь и объявит нам войну это будет очень и очень печально так нет пусть пожалуй низкие налоги останутся так здесь очень высокие здесь низкие нет пусть низкие будут здесь нормальные делаем ход наш убийца не преуспел я как вижу блин ну ты достал уже если честно нет опять не преуспел так там у нас новый член семьи по моему появился давайте поглядим кто там у нас 12 10 12 9 где собственно 0 где нулевой возраст кто у нас родился непонятно странно даже когда боже мой сколько у нас ребят погибло однако просто жесть блин поскорее бы у нашего правителя подросли дети и мы и в минис вот этого забрали у него собственно корону будущего лидера фракции и передали ее сыну нашего правителя фракции то есть чтобы он сразу с 16 лет начал бить врагов качался по максимуму так ну надо же безоговорочная победа я уж дома мы и тут проиграем опять надо переобучить блин ненавижу переобучать вот мы только переобучаем и так тут нас делают давайте не будем так горячиться ну-ка господин вот вы вот так вот другое дело ненавижу говорю переобучать воинов только переобучишь они опять приходят враги я имею ввиду вот он диагис этот спрятался думаю еще и безопасности то есть у него перк от убийц это плохо спрятался в белозоре в нашем городе нам надо бы его отвоевать назад отбить и забрать под наш контроль они сделаны господин так ну давайте в афинах наймем пельтастов ой что тут у нас греки греческие города пытались нам что-то доказать взяв в блокаду наш порт пожалуй вот такую вот триему создадим или как она там называется ставить паруса пора переходить на новый уровень в плане флотостроения так 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 как бы нам отправить подмогу к Аполлонии кого бы отправить пожалуй вот так наверное блин общественный порядок сразу не к черту пусть нормальные налоги будут господин в атаку адеку так империя селевкидов блин союза нет ну давайте хотя бы картами обменяемся не хотят жалко жалко ну а там греческая армия полная прям топит понтийцев египтяне и греки и понтийцы и селевкиды все в одной точке там собрались не знаю чего они там пытаются делать с понтом союз мне нужно немедленно поговорить с ними не хотят картами тоже не хотят ну в принципе мы и так видим их границы правда не знаю насколько актуальна эта карта скорее всего их уже там полностью перекроили корабли готовы так статуя девса в олимпе это нам не надо вот что нам нужно нужно отогнать флот все отлично утонули утонули ребятки посейдона отправили новые свежие души готовы поднять наши ребята полностью обеспечивают посейдона свежими душами римлян которые пытаются нас захватить отлично осада снята блин в Аполлоне у нас население очень маленькое мы даже не можем никого нанимать там и переобучать не можем блин зря я истребил там полностью население когда захватил надо было просто взять его без всяких таких манипуляций ну ладно по хорошему нам бы вот большие стены построить в афинах там в спарте кстати давайте лучше мы не в спарте будем строить в афинах потому что там общественный порядок совсем низкий а в спарте потом мы построим когда у нас будут собственно деньги блин жалко белозору блин такой хороший город большой и мы его просрали так 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 где у нас агенты вот они адмет из лилибея давайте попробуем заключить так это мавритания до сих пор живой надо же насколько тебе лет то 56 ну скоро скоро он уже откинет кони как говорится и все не хотят они фракийцы с нами заключить перемирие ну да ладно давайте с дакиями попробуем сделать то же самое блин убийца настолько никчемный что даже не может убить обычного капитана обычной армии плохо блин опять дакия идет ну что такое ладно делаем ход посмотрим что будет здесь происходить ну конечно дакия пытается взять в осаду фессалоники смотрите что он там делает еще и аполлонию сейчас возьмет без сомнения блин хотя бы стравить бы брута с дакией ну чтоб брут хотя бы туда плыл я не знаю почему на нас что за дискриминация такая почему все пытаются уничтожить именно македонцев это плохо очень плохо так нельзя отогнать ладно он в принципе нам не страшен ай ладно хер с ним так опять сцепион с полной армией почти безоговорочная победа все уплыл домой поджав хвост так готовы давайте посмотрим что у нас тут ага вон я вижу цепионский флот давайте еще один кораблик наймем фракция уничтожена понт вот это поворот поселение в осаде это понятно поселение в осаде аполлоне мы тут отбили итоги хода так еще один новый член семьи постройки завершены набор это все что нам понятно так потихоньку будем набирать новых воинов в городах наших чтобы опять собрать более или менее какую-то армию мне кажется это неплохая такая стратегия собирать вот так вот со всех городов вы выводить их и собственно пытаться что-то сделать видите мы неплохо так отбились уже блин вот этих бы ребят уничтожить ну да ладно потом не хватает у нас пока бравых ребят пусть стоят они в принципе не мешают нам не атакуют ничего такого так ну-ка попытаемся фисалоники отбить пока фраке еще не подошла на подмогу ой 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 безоговорочная победа надо же я удивлен если честно расширение свиты награжденных героев отлично ну-ка давай попробуй 31 процент успеха 22 31 он ничего не услышал ты тут тоже 31 31 ну ладно блин давай попробуй убил нет двигаюсь к позиции этот человек был уничтожен еще один наш соперник отправился кормить рыб короче так так ну-ка скифы ой фраке а мне нужно немедленно поговорить с ними не хотят не хотят не видят смысл в этом ну и хер с вами сейчас так дакия прекращение огня не не хотят а что если стать протекторатом это мы будем протекторатом или они вот мне интересно по-моему это я их сейчас пытаюсь на свою сторону да сам я не могу попроситься мне нужно немедленно поговорить по крыло врага да мой повелитель то есть посмотрим в следующий раз когда нам предложат такую возможность может быть мы и примем такое предложение но посмотрим дипломат кстати наш вообще блин очень ужасный влияние у него ноль фаршированная оливка имеет больше влияния чем этот человек понятно при неудачных вот таких переговорах у нас влияние дипломатов падает и при неудачных попытках кого-либо убить у убийц также падает возможность но скил то есть убийцы ладно делаем вот посмотрим что там вот фраке предпримет я вижу он там да ты что ну ну как так откуда они берут столько людей я не понимаю просто это какой-то бред но откуда у них столько людей как так можно мы уже и фу елки палки я даже не знаю как это описать просто бред какой-то читерство приказы иными словами это никак нельзя назвать ладно давайте на подмогу уничтожить безоговорочную победу ну надо же елки палки наш правитель затащил плюс еще три члена фракции затащили так давайте стены построим господин уходим лариса давай еще наймем легковооруженных копеносов так совершеннолетие отлично это где я так понимаю ага да 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 это хорошо но блин это не сын лидера блин а где ж тут ребят ребенок вот этот получит совершеннолетний это сын абрея безумца который пал при непонятных обстоятельствах вернее понятных его убили в сражении но в каком именно я сейчас не помню возможно в конце кампании когда все завершится я сделаю такое а ладно не буду говорить что я сделаю но надеюсь вам понравится то что я задумал посмотрим еще неизвестно насколько затянется данная кампания просто вы сами видите то что я погорячился с уровней с уровнем сложности это очень как бы тяжко для нас так большой город растет лариса царский дворец надо бы построить может быть отменить фессалониках стены построить в ларисе или просто подождем в принципе на следующий ход нам 3-4 тысячи дадут во всех городах нам в принципе надо это строить но давайте отменим что он кстати дает крестьяне дипломат улучшенные телохранители полководца символ греческой власти воплощенную в мраморе камни позволяет строить самые современные здания ну ладно на следующий ход я думаю у нас будут деньги и мы построим этот царский дворец здесь ну по крайней мере заготовку сделаем оплоту веры ой воеводы это я так понимаю дакийское строение они нам тут построили уже да фраки осаждает фессалоники плюс у нас мор чума просто замечательно вот только этого нам и не хватало почему так у нас же вроде построены там какие-то больницы я не знаю не больница а баня ладно давайте смотреть кого мы можем куда отправить блин пропустили пропустили мы флот сцепион сцепион корабли готовы 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 поднять паруса на таран море наше да господин ходы кончились надо же куда надо так да что такое блин сцепион трирема готовы поднять паруса берема на таран поселение в осаде итоги хода смерть рыщет по стране полторы тысячи граждан полегло вот это поворот блин чё ж такое-то кто умрет ну-ка давай и вообще блин бесполезно бесполезный агент даже не смог убить обычного командира просто бесполезная тварь давайте наймем нового попытаемся им правильно действовать сразу будем качаться на обычных а потом уже будем пытаться убивать серьезные цели ладно денег у нас уже не осталось в принципе я думаю сейчас сделаем ход и будем скорее всего завершать данную миссию посмотрим вернее не миссию а серию так приказы блин давай подружимся ну что ты нужно не атакуешь на еще поторгуем давай просто я не знаю давай мы тебе дадим еще пятьсот тридцать золото и пошел ты в задницу готовы поднять паруса так так в фессалоне как у нас битва ясно ну что ж то дорогие друзья спасибо что смотрели данную серию я думаю в следующий в следующем видео мы в следующем видео мы вступим так сказать в битву с этими ребятами то есть девкал завоеватель вступит в битву с капитаном мука поип и капитаном дин туп 1400 человек против 296 30 то есть у нас почти что 300 спартанцев так сказать против каких-то фракийских варваров ну что спасибо что были с нами спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось всего хорошего увидимся в новых сериях всем пока